МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По-прежнему на карантине. В двух березняковских школах занятия отменены до 28 ноября включительно. Взрыв и стрельба в Кунгуре. Сотрудники СОБРа тренировались в освобождении заложников. Березняковские музыканты заразились джаз-лихорадкой. Оркестр музыкального училища принял участие в престижном фестивале. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Первая и 16-я школы по-прежнему закрыты из-за массового отравления учеников. Планировалось, что занятия там возобновятся сегодня, но в пятницу был зафиксирован еще один случай заболевания острой кишечной инфекцией. И карантин решили продлить до среды. С сегодняшнего дня все школы работают, все детки вышли. Они учатся, кроме первой и 16-й. Там карантин продолжается. То есть карантин и мероприятия продолжаются. До 28 ноября обе школы. Если будут поступать новые случаи, то карантин продлится. Напомню, 21 ноября за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились несколько учащихся школы номер один. Уже в пятницу количество заболевших из этого учебного заведения достигло 41 человека. 10 из них положили в стационар. 22 ноября в больницу с аналогичными симптомами стали обращаться и учащиеся из 16-й школы. Там было зарегистрировано 10 случаев заболевания. 7 детей госпитализированы. По данному факту Роспотребнадзором была организована проверка. По ее результатам причиной развития вспышки в первой школе стала инфицированная вирусами вода, которая затем попала в готовые блюда. По 16-й школе эпидемиологическое расследование продолжается. Дети заболевшие были обследованы. То есть у них был объявлен возблюдитель аденовирусной инфекции и норовирус. Норовирус и через воду, и через пищу передается. Наверное, знаете, что было гиперфлоризование воды. То есть Новый город, реками все еще расследование продолжается. Лабораторные исследования еще продолжаются. Там брали повторное. Воду брали и обследовали еще детей. Материалы расследования направят в органы прокуратуры. Кроме того, свою проверку по фактам массового отравления школьников проводят и следственные органы. Добавлю, что гиперфлорирование питьевой воды продлено до 28 ноября. Жителям города рекомендуется отстаивать воду, набранную из-под крана в течение 30 минут, и употреблять ее только в кипяченом виде. Спецоперация по задержанию вооруженных преступников и освобождению заложников прошла в Кунгурием. К счастью, тревога оказалась учебной, а захват заложников легендой. Там прошли тактико-специальные учения, целью которых стала отработка совместных действий различных оперативных служб. По сценарию учений, условные вооруженные преступники, совершившие ранее особо тяжкое преступление, захватили заложников в кабинете здания районной администрации, заблокировали вход в здание, выдвинули требования о предоставлении им транспортного средства для беспрепятственного выезда за город. На место происшествия незамедлительно выехали все оперативные службы города. Со злоумышленниками, укрывшимися внутри здания, вели переговоры. Чтобы усыпить бдительность бандитов, им был предоставлен автомобиль, на котором они смогли бы покинуть прилегающую территорию. Как только машина с преступниками отъехала, перед ее колесами сработало взрывное устройство. В считанные секунды условные злоумышленники были закованы в наручники. В результате спецоперации, успешно проведенной Пермским СОБРом, заложники были освобождены. А в Березняках пьяный полицейский стал виновником ДТП. 23 ноября, поздно вечером, на перекрестке улиц Челюскинцев-Ломоносова, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ, за рулем которой находилась женщина. Она получила легкие травмы. Прибывшие на место полицейские установили, что их коллега на момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проведена служебная проверка. Как сообщается на сайте ГУВД по Пермскому краю, сотрудник виновных ДТП уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. И в продолжение темы. В России могут существенно ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил правительству разработать проект по изменению законодательства. Планируется, что штрафы за пьяное вождение вырастут многократно. Например, для Москвы и Санкт-Петербурга это может быть до полумиллиона рублей, для других регионов до 250 тысяч. Мы решили спросить у березняковцев, как они относятся к этой инициативе Медведева. Вот какие ответы получили. По идее для столицы это нормально, для маленьких как Пермских городов, Пермский край это слишком много. Это очень большая цена, очень большая. Я считаю так, что надо немножко что-то поменьше. Это не посильно, просто я считаю. Для нашего народа это просто не посильно. Да, я за жесткие меры, потому что много гибнет людей на дорогах. Я сам водитель, стажем 30-летним, только ненавижу, когда пьяные водители за рулем. Просто ненавижу. Нарушений на эту тему очень много. Ездят и под действием наркотических средств, и в состоянии опьянения. Я считаю, с этим нужно бороться. Я только за. Отлично. Почему? Меньше будет пьяных за рулем. Надеюсь. Будет думать уже головой. Положительно. Вчера, потому что чуть не задавили. В краевой столице прошла музыкальная битва. Как Березняковский коллектив выступил на престижном международном фестивале, мы расскажем после рубрики «Деловые новости». До Нового года остался всего месяц. До сих пор не решили, как сделать свой праздник незабываемым. Добро пожаловать в салон «Счастливое мгновение». Словно по мановению волшебной палочки, вы сможете превратиться даже в сказочных волшебников. В таком виде вы точно удивите своих коллег и близких. Стать королевой новогоднего бала – миссия выполнима. Кроме карнавальных костюмов, в салоне «Счастливое мгновение» новая коллекция вечерних платьев. Новый год в старом наряде встречать нельзя, гласит народное поверье. Тем более, если это год змеи. В длиннее цвете платья ограничений нет. Самое главное требование к новогоднему наряду – он должен быть праздничным. Змея просто обожает роскошь и блеск. В наличии размеры от 42 до 60. В салоне «Счастливое мгновение» мы предлагаем не только вечерние наряды для вас, а также предлагаем вечерние наряды для маленьких принцесс, а также маскарадные костюмы, которые можно взять на прокат или приобрести. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мы вам можем предложить? Мне даже свадебное платье. Хорошо, пройдемте, я вам покажу новую модель. У нас новое поступление платьев. Давайте пройдем, померяем. За предновогодней суетой в салоне прокате «Счастливое мгновение» не забывают и о своих главных покупательницах – очаровательных невестах. У Анастасии в новом году начнется новая счастливая жизнь – не за горами свадьба. Особенно трепетно девушка относится к выбору свадебного платья. В его поисках обегала уже масса салонов, но сделала свой выбор только здесь. При выборе свадебного платья я обошла очень много салонов. Но сейчас я зашла в салон «Счастливое мгновение». Здесь очень большой выбор. Мне действительно помогли найти свое платье. Мне оно очень понравилось. Я его хочу сейчас купить. Девушек, находящихся в ожидании самого главного в своей жизни события, здесь ждет еще масса сюрпризов. Например, свадебные наряды коллекции 2012 года. В салоне прокате «Счастливое мгновение» можно приобрести с 50-процентной скидкой. Только в «Счастливое мгновение» при покупке аксессуаров всего на 3000 рублей свадебное платье в прокат бесплатно. Спешите! Уникальная акция продлится до конца декабря. С салоном «Счастливое мгновение» ваша зима превратится в настоящую сказку. Евгения Кокширова, Степан Некрасов, Виталий Третьяков. Новости на ТНТ. «Они из джаза». Оркестр Березняковского музыкального училища под управлением Станислава Алексеева произвел фурор на международном фестивале «Джаз-лихорадка». Это масштабное событие проходило в Перми. Наслаждалась живой джазовой музыкой и наш корреспондент Евгения Кокшарова. Последняя репетиция перед выступлением. Еще пару минут и голоса тромбонов, труб, флейты, кларнета и саксофонов сольются в одной композиции, ритм которой задаст пульс ударных инструментов и фортепиано. Вот так репетировать получается всего один-два раза в неделю. Все оркестранты – выпускники прошлых лет Березняковского музыкального училища. Теперь кто-то работает в шахте, кто-то в парикмахерской, кто-то в магазине. В общем, на должностях никак не связанных с музыкой, которая их связала. В душе какая-то радость, когда вот ты даришь людям тепло, вот эту музыку. А вот и долгожданный концерт солирует выпускница Березняковской музыкальной школы, 15-летняя Анна Лебедева. Она единственная из всего оркестра хочет связать свою профессию с музыкой и поступить в тот самый Пермский музыкальный колледж, на сцене которого выступает. Аня рассказала нам, почему она выбрала для себя такую дорогу. Хочется заниматься, я занимаюсь, мне это нравится. Работа ей должна быть любимой. Экономистов много, музыкантов мало. Этот джазовый оркестр – сплав молодости и опыта, говорят члены жюри. Своим мастерством каждый обязан педагогу и бессменному руководителю коллектива – Станиславу Алексееву. Он создал в Березняках джазовый оркестр еще в 1963 году. Потому что я среди музыкантов как бы нахожусь, и среди них я равный. Один я ничего никогда не буду стоить, если не будет возле меня прекрасных музыкантов. Тут только ножи смахнуть, и они уже знают, куда и что играть. Это все отрепетировано. Фестиваль «Джаз-Лихорадка» проходит уже в седьмой раз. На него каждый год съезжаются лучшие джазмены и джазбенды не только страны, но и мира. Нынешний фестиваль посвящен 90-летию советского джаза и прошел на шести площадках – в Краевом центре, а также в Лысьве и Кунгуре. Кроме самого многочисленного коллектива Березняковского, в субботу на этой сцене выступали артисты Чайковского музучилища и Пермского музыкального колледжа. Мастерство наших земляков оценили по достоинству. У меня просто открылись глаза широко, до сих пор не могу закрыть, потому что такое удивление – это что-то потрясающее. Я поняла, что это профессионалы с большой буквы, и просто Станислав Вениаминович хочет добиться высшего класса во всем. Фестиваль джазовой музыки подошел к концу, однако 15 влюбленных в этот музыкальный жанр из оркестра Березняковского музучилища признались, для них джаз-лихорадка останется неизлечимой болезнью. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов, новости на ТНТ. Ледяная вода, пронизывающий до костей ветер, но для любителей зимнего плавания такие условия не помеха. Более 20 спортсменов собрались в минувшую субботу на Речном канале, чтобы открыть новый сезон. Спортсменам нужно было проплыть 25 метров вольным стилем за максимально короткое время. Участники соревновались в четырех возрастных группах. Самому младшему было 20 лет, а самому старшему за 60. Дистанцию почти все прошли менее чем за 30 секунд. Организаторы ожидали большего количества любителей зимнего плавания, но погода все же внесла свои коррективы. Кто-то с недоверием отнесся, что вот такая погода, слякотная и нулевая, поэтому вроде бы как, может быть, и льда нет, но тем не менее мы своих традиций не меняем, и поэтому эти соревнования все равно провели. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, если вы сняли на видео необычное событие или происшествие, если вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших звонков по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Территория безопасности». А я прощаюсь, с вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и до скорой встречи. Спонсор прогноза погоды – магазин технологии климата. Тепловые завесы и пушки, дизельные и газовые пушки по оптовым ценам. Советский проспект 2, левый пристрой к строймаркету Агроснаб. В предстоящий вторник территория Пермского края окажется во власти атмосферных фронтов, протянувшихся от циклона, который медленно перемещается по европейской части страны. По мере их приближения в нашем регионе вновь усилится снег, местами заметут метели, при этом морозы будут ослабевать неохотно. 27 ноября в Перми облачно, временами снег – минус 4 градуса. В Александровске – минус 8, облачно, временами снег. В Губахе тоже облачно, временами снег и минус 7 градусов. В Кизеле также облачно, временами снег – минус 7. В Соликамске облачно, временами пройдет снег – минус 8 градусов. В Березниках 27 ноября облачно, временами снег, метель. Температура воздуха ночью – минус 9,11, днем – минус 6,8 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Во вторник солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Все тепло здесь. Тепловые завесы и пушки от полутора тысяч рублей. Газовые пушки от четырех тысяч. Дизельные пушки от двенадцати тысяч. Все очевидно. Технологии климата. Продолжение следует...